«России больше нет. Что вытворяли американцы сто лет назад на Дальнем Востоке?» Статья в репортере за 18 апреля 2020 года. Александр Неукропный. Это продолжение. Вторая часть статьи. «Забавы американских дикарей». Вынесенная мной в заголовок определение вовсе не красная пропаганда, а заголовок одной из газет, ни разу не большевистской, выходивших в Владивостоке во времена нахождения там военного контингента США. Оговорюсь, большинство печатных изданий края в тот момент тайно или явно финансировалось основными конкурентами американцев и японцами, намеревавшимися обосноваться на Дальнем Востоке всерьез и надолго. В силу этого «свободная пресса» как раз и мочила Янки совсем тщанием, однако приводя при этом совершенно подлинные факты. Как бы это помягче охарактеризовать поведение американских вояк на русской земле? Да ну ее политкорректность эту. Вели они себя там как полные совершенно законченные скоты. Сообщений об этом масса. То бравые американские парни, предварительно залив глаза до свинского состояния, вламываются в местную кофейню и неумело пытаясь материться по-русски, разгоняют всех, ибо им возжелалось скатать партийку на бильярде без общества грязных туземцев, то они припираются в некий очаг культуры, где сперва просто пристают на танцах ко всем особам женского пола, а затем во время начавшегося представления усаживаются по-американски, водрузив собственные лапы в сапожищах на спинке стулья впереди сидящих. При этом громко на весь зал заявляют, что плевали на все русское, на дурацкие местные обычаи и законы, после чего и вовсе учиняют дебош с мордобоем. Впрочем, это еще не самые вопиющие примеры. Те же американцы, катаясь на извозчике, пьяные в дрыс по обыкновению, развлекались, цепляясь к прохожим. Оказавшиеся на свою беду поблизости, несколько депутатов городской думы осмелились сделать им замечание и потребовать прекратить безобразие. Взбесившиеся янки тут же под дулами револьверов избивают их до полусмерти. Также числится за американцами предлинный список самой, что ни на есть гнусной уголовщины, грабежей, разбоев, изнасилований и убийств в тех же Владивостоке, Хабаровске и других местах. Местные жители быстро усвоили, их патрулям на улице лучше не попадаться ни в светлое время суток, ни тем более в темное. Я совершенно намеренно начал эту часть повествования с рассказа о том, что военные США творили в местах, где жили защищаемые ими граждане свободной России. Переходить к рассказу о том, что они вытворяли во время регулярно проводившихся карательных рейдов против красных бандитов, рекомендую исключительно читателям с достаточно крепкими нервами. Понятно, что оккупанты, захватчики, агрессоры никогда в истории не вели себя с населением покоренных, как они считали территории, ни культурно, ни корректно, ни с соблюдением каких-либо законов. Всегда и везде они творили насилие, зло и жестокость. Однако же существуют пределы, за которыми даже в действиях солдат, пришедших на чужую землю, начинаются совсем уже кромешные жуть и дикость. Так вот, американцы всемыслимые и немыслимые пределы превзошли многократно. Крестьян, заподозренных в пособничестве партизанов, они не просто расстреливали или вешали, хотя и это делали причем массово, а гораздо чаще умершвляли немыслимо-садистскими способами. Селян Гневчука, Горшкова, Опарина, Мурашка живыми закопали в землю. Более подробное описание зверства американцев просто недопустимо по морально-этическим соображениям. С партизаном Мясниковым расправились, четвертовав его. Зачастую населенные пункты, в которых американцам мерещились партизаны, они попросту окружали и принимались расстреливать из всех стволов, после чего поджигали в точности, как впоследствии гитлеровцы со своими приспешниками Хатынь. Так было с селом Маленький Мыс, деревнями Харитоновка, Кневичи, Кролевцы и множеством других. О том, что эти нелюди творили с местными женщинами, я даже писать не буду. Желающие могут погуглить лучше натощак. Кстати, в интернете полно и вполне качественных снимков на данную тему. Американские цивилизаторы просто обожали фотографироваться на фоне собственных жертв, расстрелянных, повешенных, замученных русских людей. Точно так же, как это делали 20 лет спустя их гитлеровские коллеги. Ничем они не отличались от нацистских палачей. Ничем абсолютно. Вот разве что воевать янки, в отличие от немцев, не умели совершенно. Даже с кое-как вооруженными и необученными местными партизанами. Сравнительно небольшие боевые потери экспедиционного корпуса порядка двух сотен человек объясняются исключительно тем, что столкновений с реальным противником вся пригнанная на Дальний Восток американская рать избегала самым старательным образом, предпочитая измываться над мирным населением. По свидетельствам историков, в боях даже с небольшими партизанскими отрядами они, как правило, бывали биты самым позорнейшим образом. Самое интересное, что подобная изуверская тактика как раз и породила в тех краях мощнейшее партизанское движение, которое в конце концов смело всех оккупантов и их марионеток. Сибиряки и жители Дальнего Востока, изначально воспринявшие советскую власть очень, мягко говоря, без всякого восторга, взбеленились и принялись калашматить почем зря и американцев, и японцев, и белочехов, и колчаковцев. И вовсе не ради идей мировой пролетарской революции. И потому, как надоели хуже горькой редьки, и кровушки людской пролили без меры. Уже к концу 1919 года янки поняли, самое время уносить ноги, пока не перебили всех. В апреле 1920 года последнее судно под звездно-полосатым флагом, набитое насильниками, палачами и мародерами, отчалило от русских берегов. Любая попытка, а они предпринимались и предпринимаются периодически поныне, затушевать, замолчать эти события, а тем более найти им какое-то объяснение или оправдание, является ничем иным, как преступлением перед исторической памятью русского народа, а также глумлением над жертвами этой агрессии, одной из тех, что были совершены и совершаются сегодня под звездно-полосатым флагом. Американцы никогда не воевали с Россией, не убивали русских, не жгли русские дома, не топтали русские нивы. Все это наглая ложь. И направлена она исключительно на то, чтобы сделать возможным повторение вспоминаемого нами сегодня кошмара столетней давности. «России больше нет. Что вытворяли американцы сто лет назад на Дальнем Востоке?» Александр Неукропный. Это была вторая часть статьи. «Россия больше нет. Что вытворяли американцы сто лет назад на Дальнем Востоке?»